Продолжение следует... Интересные гости Неподдельные эмоции Откровенные ответы Искреннее ведущее Своя правда. Лайф Добрый день! В Петропавловске и Камчатском полдень. По традиции начинаем наш прямой эфир. Сегодня у меня в гостях не тот человек, которого мы анонсировали. Его внезапно отправили в командировку. А поговорим сегодня о рыбе, рыбалке, о всем, что с этим связано. С Тарасовым Александром Александровичем, исполняющим обязанности руководителя Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Здравствуйте! Добрый день! Какая у вас длинная должность, Александр Александрович? Вы язык сломаешь? Сами выговариваете? Стараюсь. Расскажите, как у нас проходит Путина сейчас? Все ли у нас хорошо? Ну, Путина в настоящий момент, скажем так, проходит вне ожидания тех подходов, которые предполагались. В настоящий момент я, может быть, чуть-чуть опережу события, да, и цифры, вопросы, которые возникнут. В настоящий момент то, что предполагалось освоить в основном в части промышленного рыболовства на востоке Камчатки, к сожалению, этих показателей не достигнуты. Путина промышленная в основном в своей массе уже идет к концу на восточном побережье Камчатки. Цифры, опять же, повторюсь, не соответствуют тем прогнозам. Которые были озвучены. Но вместе с тем, наверное, надо добавить о том, что то, что происходило у нас в 2018 году, в 2016 году, и высокие показатели, которые дал восток Камчатки, наверное, все предполагали, что это войдет в систему. Но, к сожалению, в этом году это не получилось. И, в принципе, если брать цифры освоения промышленниками объемов, то они где-то в среднем соответствуют четным годам, которые были ранее. Но при этом пишут негативные отзывы о том, как идет сейчас Путина в плане того, что рыбаки остались без заработка, люди остались без рыбы. И когда уже закончится? Не сдвинут временные рамки Путина из-за того, что рыба не подошла? Я думаю, что временные рамки как таковые не сдвинут, но вместе с тем, скорее всего, будут ограничения, связанные с промыслом, прежде всего, промышленным рыбоводством. Например, какие? Будут, наверное, введены дополнительные проходные дни. Рыба в нерестилище прошла или ее вообще нет? Нет, рыба прошла на нерестилище, но не в том объеме, в котором пока предполагалось. Я думаю, что в данном случае здесь большего пояснила бы наука. Ну да, вы отталкиваетесь от Камчат-Неро, от их данных, от их рекомендаций, это понятно. Но теперь понимаю, что даже в нерестилище, если рыба не заходит, то понятно, какой пути неуспешной могла бы идти речь сейчас. Тут главное спасти стадо лососевых, правильно? С этим тоже вы боретесь? Да, да. И именно, скажем так, все решения, принимаемые комиссией по надромным, они связаны на то, чтобы сохранить на будущем, скажем так, поколением этот возобновляемый ресурс. Но проблемы только на восточном побережье. Все начали рыбачить, по-моему, с 16 июля, если не ошибаюсь. С 11 июля у нас начал промысел Западный берег. В настоящее время там достаточно хорошие подходы. Это, прежде всего, Соболевский район. Рыба там подошла чуть раньше, по сравнению с прошлыми годами. Промысловые размеры, состояние самого ресурса очень хорошее. Смотрите, вот обычно говорят, рыба к 1 июня, да, вот, например, пусть Камчатск не заходит, и говорят, холодное лето. Вода холодная, не нагреется. В этом году лето было из ряда вон какое-то жаркое в июне. Почему рыба не пошла? Что говорят на круглых ваших столах представители науки? Представители науки высказывают разнообразные мнения по этому поводу. Есть у Камчатниро своя позиция по этой ситуации. Но я думаю, что не всегда этот фактор, наверное, есть определяющий в подходах рыбы. Сейчас они, вот сколько прогнозировали, они выловят, и выловят ли они эти объемы? Если говорить про западное побережье, я думаю, что они освоят. Освоят? Да. Ну, судя по тем подходам, которые в настоящее время есть, и, скажем так, нету системных сбоев в подходах различных видов лососевок. А восточной побережья уже нет? Ну, скорее всего, да. Можно говорить о том, что путина там закончилась. А вообще во всех районах Камчатского края разрешили ловить уже? Или есть какие-то ограничения еще? Нет, везде. Везде рыбалка открыта, везде все ловят. Я спрашиваю, потому что пришло сообщение, сейчас я их буду перемежевывать со своими вопросами. Спрашивают, почему КМНС не разрешает ловить в Мильковском районе река Камчатка? Мы за счет этой рыбы выживаем, а не продаем ее. Мы не браконьеры, мы честные рыбаки, а рыбачить не дают. Ну, здесь хотелось бы уточнение, в каком плане рыбачить не дают. Что там, проходные дни вели или просто не дают рыбачить. Сейчас вопрос стоит, что за предыдущие годы и статистика показывает о том, что с каждым годом, если брать с 2016 года, то лова на реке Камчатке с каждым годом снижается, снижается, снижается. И с учетом цикла, основной вид это нерка. С учетом цикла, то потребуется, наверное, достаточно большое время, чтобы восстановить в тех объемах тот промысел, который был в настоящий момент. И в связи с этим связано то, что вводятся достаточно жесткие меры по ограничению промысла. И опять же, запреты, проходные дни. А не поздно мы спохватились спасать лосось? В который раз уже? Ну, я думаю, эта ситуация, наверное, продолжается уже в течение трех лет. И учитывая цикл возврата нерки от четырех до шести лет, то надеемся, что те меры, которые были предприняты два-три года назад, дадут свои результаты в следующем или через год. Раз заговорили немножко о КМНСах, скажите, они же подают с начала года вам заявки на то, чтобы в следующем году ввести промысел, да? Да, с 1 января по 1 сентября. Это предоставление в пользование водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства. Сколько времени у них еще осталось для того, чтобы успеть подать заявки на следующий год? Много ли заявок у вас обработано? До 1 сентября они могут подать заявки и, пользуясь случаем, я хочу обратиться к представителям коренных малочисленных народов Севера, более активно подавать заявки, потому что в настоящий момент количество поданных заявок гораздо меньше, чем это было подано в прошлые годы. И с учетом пандемии и то, что у нас, скажем так, была нарушена транспортная связь, почта работала с перебоями, произошли определенные задержки, поэтому большая просьба обратиться, потому что, к сожалению, нормативные акты, они есть, они не поменялись никаким образом, и заявки, поступившие после 1 сентября, они останутся без рассмотрения. Большая просьба, осталось совсем немного времени до конца заявочной кампании, поэтому подать заявки, не откладывать это в долгий ящик и не ждать последнюю неделю, августа, чтобы их где-то донести, отправить почту и так далее. Бывает такое, что кто-то не успевает, потом в скандале отругаются, и бессмысленно? Ну, да. Законодательство неподвижно? А почему только до сентября подают заявки, если только на следующий год? Практически за год, да, окончание? Потому что есть приоритеты при распределении объемов как для отдуемых, так и не отдуемых объектов водных и биологических ресурсов, и, соответственно, чтобы сформировать эти объемы на следующий год. Распределение идет таким образом, что сначала выделяются объемы именно для коренных малочисленных народов севера, именно для традиционного рыболовства, а потом уже для всех остальных видов рыболовства. Поэтому и объемы, которые заявлены, собираются заранее и отправляются в Федеральное агентство по рыболовству для обработки их и, соответственно, внесения в соответствующие приказы по распределению. Хорошо. Тогда, уважаемые представители коренных малочисленных народов севера, не задерживайтесь заявками. Это в ваших же интересах в первую очередь. Слушайте, а давайте о других рыбаках немножко поговорим. Любительское рыболовство. Как они в этом году себя чувствуют? Чивычу ждали все? Всем ли досталось? Ну, нам, наверное, трудно судить, всем ли она досталась. Я хочу сказать, что все объемы, которые запрашивали пользователи, осуществляющие организацию любительского рыболовства, все эти объемы им были предоставлены в этом году. Как они уже организовали этот процесс, наверное, больше вопросов к ним. Больше, да. Было очень много вопросов. Писали о том, что лицензии закончились еще до того, как рыбаки из Петропавловска в Октябрьске успели доехать вообще. Хотя, смотрю, фотографии из Чивычи, да, у некоторых рыбаков есть, но очень много негодующих любителей Чивычи нам написало еще до эфира. Ну, мы живем с вами в тех рамках, в том правовом поле, которое есть. И организация любительского рыболовства возложена, прежде всего, на пользователей, за которыми в настоящее время закреплены рыболовные участки, на которых они организуют данный вид деятельности. Слушайте, а кто отвечает за стоимость этих лицензий? Спрашивают, почему так дорого? Кто формирует этот тариф? Формирует рынок и формирует сам пользователь. Это как? Объясните, пожалуйста. Пользователи, те, кто берут в аренду лицензионные участки, они решают, сколько будет стоить рыба? В аренду никто у нас не берет, они закрепляются, как правило, на 20 лет на условиях конкурса. И им дается право на этой части водного объекта, именно в водной глади, организовать любительское рыболовство. Вот. И цена, они формируют ее уже исходя, видимо, из своих затрат, которые понесены, и какую прибыль они в конечном итоге хотят получить от этого вида деятельности, скажем так. Хорошо. Если у нас есть любительское рыболовство с удочкой, да, все такое, спорт больше, удовольствие. Есть и те, кто ловят сетями, вот. И я знаю, что нужно зарегистрировать орудие лова у вас. Как вообще проходит эта процедура? Быстрая ли она? Потому что спрашивают, можно ли ускорить. Процедура происходит следующим образом. Можно по почте. В настоящее время там девушки у нас и самостоятельно в управлении принимают заявки. Формы заявок размещены на сайте. Если пользователь, рыбак-любитель зайдет на сайт svtu.rf, там в верхней строке есть ссылка «Учет сетей», по ней зайдет. Там расписаны все нормативные документы, на основании которых производится учет. Там есть примерная форма заявления на регистрацию. Ее также можно отправить по электронной почте. Рассматриваются они, согласно нормативных документах, в течение 20 рабочих дней и 5 дней на отправку. Но я хочу сказать, что сотрудники стараются делать это гораздо быстрее. Но это опять же может быть наша ментальность. Когда подошла рыбалка, тогда мы и подали. Хотя нормативные документы вышли еще весной. И везде, в том числе и органы исполнительной власти, муниципальные, извещались, что проводилась работа с населением. И в средствах массовой информации говорилось о том, что подавайте, подавайте, подавайте. И, к сожалению, получился бал. Люди, как началась рыбалка, стали массово подавать эти заявления. Поэтому какой-то период времени заявления рассматривались в те сроки, которые я указал. Сейчас, скажем так, пик прошел и достаточно быстро рассматривается. Из серии «Готовь сани летом», а у вас «Готовь сети зимой» наоборот немножечко. Понятно. Пришел вопрос, а как оформить заявку на КМНС? Также на сайте можно найти информацию? Все есть. Все есть на сайте. Там информация в подраздел «Организация рыболовства» зайти. Там есть форма заявки. Она утверждена соответствующим регламентом деятельности Федерального агентства по рыболовству по наделению водными биологическими ресурсами. Ее надо тщательно заполнить и направить в адрес теруправления. Хорошо. У нас прошла половина эфира. Сегодня у нас коротенький, получасовой. Напоминаю, что у нас в студии, исполняющей обязанности руководителя СВТУ Камчатского края, так можно сказать, Александр Александрович Тарасов, пришел вопрос, касающийся согласования ведения хозяйственной деятельности в водоохранной зоне. Как упростить процесс? Он сложный? Ну, скажем так, он достаточно длительный. И если вам необходимо согласовать ведение хозяйственной деятельности в рыбоохранной зоне, то стоит подавать заявки, ну, скажем так, заранее. Здесь опять же я вот сейчас закончится Путина, и мне в очередной раз хочется обратиться уже к рыбопромышленникам прежде всего, потому что приходит март-май, апрель месяц, да, и опять начинается у нас пик заявок на согласование, хотя все прекрасно планируют свою производственную деятельность и могут подавать эти заявки в конце года, в начале следующего года. Они не регламентируются, ну, скажем так, что на этот год подается только в этом году, вот, и этот процесс будет происходить гораздо быстрее, потому что, опять же, повторюсь, если когда идет вал, то, соответственно, мы работаем в тех временных промежутках, которые нам определены нормативными документами. Вот тут вопрос прилетел. Как долго продлится Путина, если на восточном побережье, село Ивашко, нет рыбы, рыбаки в этом году не заработают? Ну, это вот то, что мы обсуждали, да, закончится она когда? К сентябрю? К сентябрю, да. К сожалению, если... Потому что там еще будут подходы киты, еще будут подходы кижуча. Я напоминаю, если вы пропустили часть нашего эфира, вы можете посмотреть его в записи в YouTube-аккаунте MassMediaNews, там все сохранится в хорошем качестве, с хорошим звуком, все узнаете. Этот вопрос мы уже обсудили. И спрашивают повторно, почему плохо подошла рыба на восточном побережье? Она подошла так же, как предыдущие многолетние периоды по четным годам. Ну, исключая 16-18 года. Да, потому что я могу, да, потому что я могу, опять же, привести цифры, если в этом году в Карагинской подзоне выловлено 12 тысяч тонн, ну, почти 13 тысяч тонн горбуши, то если брать 12-й год, то на этот же период было выловлено на 14 тысяч тонн горбуши. То есть цифры особо не разнятся. Они соответствуют многолетним цифрам по учетным годам для восточного побережья. Ну, просто рыба нас избаловала немножечко. Ну, человек привыкает к хорошему. Надо договориться с рыбой, чтобы она опять приходила. Для этого вам нужно охранять, да, ее, дать ей возможность прийти на нерестилище. Сложно у вас? Опасная работа? Браконьеры лютуют? Да, достаточно серьезное противодействие и оскорбления, и нападения на сотрудников происходят, фиксируются. Так странно, вы начали с оскорблений. Они поджигают вам жилые балки, машины сжигают. А вы оскорбления. Я же говорю, и нападения, да, и портят имущество, и так далее. Есть такое, присутствуют. В этом году уже были протоколы, уголовные дела, возбужденные по нарушениям? По 256-й? Я не знаю. Ну, и статья 256-я Уголовного кодекса, так называемого браконьерства. Да, есть материалы, достаточно много материалов, в том числе, по которым возбуждены и направлены на возбуждение уголовных дел. Таксы поменялись, соответственно, они выросли. Внесены были изменения в статью 256-ю Уголовного кодекса, где, скажем так, установлено четкое разграничение, что является крупным ущербом. Это 100 тысяч рублей. В связи с тем, что таксы выросли, соответственно, и, скажем так... Нужно меньше поймать для головки. Уголовная ответственность наступает, да, гораздо быстрее и проще. И я хочу предупредить людей, которые занимаются этим промыслом, что практика, она начала работать в прошлом году, она уже наработана, и в этом году она еще больше и больше. То есть, кто выходит на реки, занимается браконьерством, у вас высокая вероятность попасть под уголовную ответственность. Испортить будущее не только себе, но и своим детям? Да. А сколько сейчас стоят, ну там, хвост киты на черном рынке вашим браконьерством? Как наказывается? Размер штрафа, вы говорите. Такса изменилась, да? Я, честно говоря, цифры не помню, но там паря в районе 10 тысяч рублей за один экземпляр. Ну, а ловят браконьеры, конечно, не штучно. Да. Все это. Какой самый большой браконьерский улов у вас в этом году? Ну, самое большое задержание это была машина, у меня находилось порядка полутонны рыбы, чувачьи. Почему отчаиваются идти на этот шаг браконьеры? Вы же не одни работаете сейчас на речках, да, на постах. С кем вы скооперированы в борьбе с браконьерством? Кому можно сказать спасибо? Ну, скажем, за прошедшие годы, да, в которых мы живем в новых экономических условиях, это приняло, к сожалению, системный характер. И толчком к этому стало это, прежде всего, наверное, социально-экономическое условие, в которых живут люди. В свое время они были вынуждены пойти на реку, а в настоящее время они привыкли к этому. И за короткий период времени получаешь достаточно высокий доход, на который ты можешь жить весь год. И это толкает людей на это. В основной своей массе. Но у них же все меньше и меньше шансов уйти с рыбой, с рекой, да? Согласна, да. Ну, я не хочу говорить, что это достоверные данные и что они имеют абсолютную, скажем так, правду. Но, тем не менее, по нашей информации, скупка икры, она достигла высоких цифр. Несколько тысяч просят за истык. Соответственно, чем выше на черном рынке стоимость икры, соответственно, тем больше, вернее, лучше усилия по охране запасов. То есть, ее меньше возможности реализовать, ее меньше добывается таким способом. Кто с вами работает вместе? Ну, вот сотрудники СВТУ. Кто еще? Росгвардия, полиция, прежде всего, погрануправление, ГИМС, ФСБ. То есть, много структур, совместные группы, совместные посты, общественники, ассоциации участвуют в этом очень активно. Скажите, а вот то, что у нас появляются ассоциации рыбопромышленников, и они сами начинают выходить на охрану рек, это помогает? Не буду приводить, четкие примеры, кто это делает. нужно и вообще радует тот факт, что сами рыбопромышленники начали беспокоиться о сохранении стада лосося. Конечно, этот факт радует. То есть, у людей пришло осознание, и они стремятся, чтобы этот запас сохранился, что они пришли сюда не на один день порыбачить и все бросить. Поэтому это вызывает только положительные эмоции. Такой вопрос, может быть, не совсем правильный. Самих рыбопромышленников ловите на нарушениях? Вот есть у них объем к вылову, они нарушают его, или, может быть, в проходные дни выходят? Есть такие? Ну, то, что проходные дни выходят и превышают, сейчас уже таких фактов особенно связанных с промыслом лосося нет. Потому что, во-первых, олимпийская система де-факто существует. Что это такое? Ну, то есть, выделены объемы, ты можешь заявиться на эти объемы и вылавливать их, и в случае, если есть подходы, то эти объемы увеличиваются. Камчат-Миро пересчитывает, возможно? Пересчитывает, да, вылов, достаточно оперативно, я, может быть, там терминологию всякую буду применять. Работает в Москве бюро отраслевого совета, которое увеличивает эти объемы. И нету такого, как раньше было, квотируемое. То есть, на каждый участок, рыба промысловый участок, выделялась определенная квота, и, согласно этой квоты, ты не мог поймать. Сейчас ты можешь ловить в пределах тех объемов, которые выделены на группу рыба промысловых участков. А дальше это все зависит от твоих способностей, твоей удачи, скажем так, рыбацкой. Объясните, пожалуйста, вот Камчат Неру, например, говорит, можно в этом году выловить, сейчас цифры вообще с воздуха взятые, 100 тысяч тонн лосося. Они выловили, а пришла еще рыба, они говорят, дайте еще, ну ладно, дайте вам еще там 20 тысяч тонн. Они выловили, говорят, дайте еще, они говорят, ну пожалуйста, еще. И они вылавливают, вылавливают, и в конечном итоге 250 тысяч тонн лосося выловили. А на следующий год рыбы нет. И они такие, ой, интересно, а почему? Хорошая ли эта олимпийская система? Что она дает нам, кроме того, чтобы больше рыбы вылавливается? Это нельзя делать прямую взаимосвязь между этим, потому что выделяемые объемы основываются на мониторинге заполнения нерестилища. Если нерестилища не заполняются и подходы незначительные, то эти объемы выделяться соответственно не будут. Ну и опять же, я уже говорил, будут вводиться иные меры ограничения промысла, чтобы нерестилища были заполнены. Сейчас как бы такого вопроса вообще не стоит получается. Нет, прямой взаимосвязи между этим никакой нет. У нас есть пример 2018 год, есть пример 2012 год. Нет. Нет, мне как раз надо было услышать от вас, что всегда это разумный подход, да, смотрят по обстоятельствам, как рыба подошла. Я сейчас внезапно вспомнила, рядом с поселком Озерновский, да, в этом году были какие-то хитренькие, вообще безбашенные браконьеры, которые рядом с южнокамчатским заказником, да, на пограничной территории решили половить рыбку. Как вам такие герои? Ну, на реке Озерной достаточно хорошо организована охрана, немаловажный фактор, что достаточное протяжение реки, само Нерестилище, Курильское озеро входит в особо охраняемые территории, поэтому там налажено. Ну, и судя по тем людям, которые осуществили этот браконьерский промысел, они являлись не жителями Камчатского края, поэтому они не знали особенностей. Они не в курсе были? Да. Да, знаете, прям в логово самое зашли ваше и такие поймаем рыбу. И вас просто, мне кажется, сотрудники немножко даже опешивали от такой-то наглости. Скажите, спрашивают, точное количество лицензионных участков для рыболовства? Существует ли это точное количество? Да, конечно, оно существует. Я, к сожалению, не готов назвать конкретную цифру, их порядка несколько десятков. Так мало? Ну, я вам, опять же, не готов цифру. Десяток может закончиться и на 99. Ну, просто несколько десятков тогда говорите, да, под сотню. Я не помню. Я, правда, даже не понимаю, зачем такая информация нужна человеку. Где-то информация это существует. я, насколько знаю, эта информация размещена на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края. Хорошо. А еще просят помощи. На реке Опиночево просто ужас. Вышите бригаду, уже надоели эти браконьеры. Ну, я вот сейчас это услышал в эфире. Выйду с эфира, позвоню, я думаю, что если те люди, которые сейчас вшляют там это браконьерство и слушают эфир, они могут собираться. они такие стуканули. Ну, а вот так вот, нечего незаконные промыслы вести на нашей территории, Нашей главной, вашей. Если что-то, у нас осталась буквально одна минуточка до конца эфира, что-то важное, что нужно сказать, а я вдруг не спросила что-то интересное. Я не знаю, вы проще задавайте вопросы. Так гораздо проще. Пиночева мы уже застращали. Кого-то нужно еще? Мы уже сказали об ответственности по статье 256 Уголовного кодекса. Мы сказали, что изменились таксы. И еще раз, у нас много очень вопросов возникает с традиционным рабоводством. Еще раз обращаюсь к коренным малочисленным народам Севера. Не откладывайте направление своих заявок. Ну, а всю нужную информацию вы можете найти на сайте svtu.rf. Правильно? Правильно. Как всегда, по традиции желаю вам крепкого здоровья. Спасибо, что были с нами. Вам спасибо большое за ответы, что пришли к нам. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Масс Медиа Ньюс представляет Только прямые включения Актуальные вопросы Жаркие обсуждения Интересные гости Неподельные эмоции Откровенные ответы Искренняя ведущая Своя правда Лайф Актуальные Искренняя ведущая Актуальные